У нас в гостях Джабиб Ахрамов, доктор, философия по истории, профессор. Здравствуйте, Джабиб Алим. Очень рада вас видеть. У нас сегодня, наконец-таки, очень радостный исторический момент, событие. То есть в этом году уже 18 октября, конечно, для страны особый такой смысл приобретает. Мы, наконец-таки, обрели полную государственную независимость. И теперь флаг Азербайджана, спустя 30 лет, он был гордо поднят. Главой государства Афхан Кенди. Многие, конечно, из нас знали, что окончательное восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом это все-таки не за горами, лишь являлся вопросом времени. Как в целом изменилась страна за этот период? Вы все-таки были свидетелем всех этих событий. Да, я счастливый человек. Почему? Потому что я, как исследователь и свидетель всех этих событий, находясь среди всех этих событий, я наблюдал, изучал суть этих вопросов. И, конечно, принимал участие при написании этой истории, нашей национальной истории, как исследователь и как свидетель. Поэтому я знаком с многими документами. И все это прошло перед моими глазами. Я видел, как мы приняли решение о восстановлении государственной независимости 18 октября 1991 года. И как дальше развивались события. И какой мы прошли, какой путь прошли, какой мучительный, изнурительный, как сказать, путь, который привел к тому, что мы уже стали полностью независимым государством. Это благодаря тому, что в 1993 году во главе нашей страны оказался выдающийся государственный деятель, мудрейший человек. Очень, ну, как вам сказать, знаете, мне очень трудно подобрать слова, потому что этот человек занимает особое место мировой истории, политической истории. Он автор современного азербайджанского государства. И то, что он, значит, заложил фундамент современного азербайджана, азербайджанского государства, понимаете, как очень совершенный часовой механизм, который работает очень четко. И, конечно же, человек, который является выпускником его школы, наш глубоко уважаемый президент и главнокомандующий Ильхам Ильев, конечно, за это время, за 32 года, сделано очень много. То есть они сделали невозможное возможным. Они создали такие основания для независимого государства, которое уже во всем мире считается, значит, позицией этого государства. А до 1993 года, то есть июня, значит, 15 июня 1993 года, такого не было. Это был самый тяжелый год нашей истории. Но почему, значит, такой мучительный путь прошли? Дело в том, что земля Азербайджана настолько богатая и расположена в таком стратегическом, как сказать, положении, что все стремятся сюда. И у них у всех, как сказать, добрые пожелания. Нет. Добрые намерения. Нет. И поэтому нам пришлось, в буквальном смысле этого слова, вырвать свою независимость из рук этих врагов Азербайджана. И то, что было сделано руками армян, у армян такого интеллекта нет. Возможности нет, чтобы в одиночку захватить столько территорий и держать примерно 30 лет под оккупацией. Нет этого. И не стоит это и доказывать. Потому что последняя 44-дневная война показала, что они как крысы начали прятаться, где им попало. И поэтому эти силы, которые за ним стояли, их использовали как живое орудие смерти против нас. Если вспоминать события, которые произошли в 91-м, 92-м, то, что произошло в Ходжалах и других. Но после того, как уже в июне 93-го года по призыву всего азербайджанского народа во главе государства оказался, как я уже заметил, такой выдающийся государственный деятель, конечно, новый этап нашей истории начинается именно с 15 июня. Вот уже тогда весь народ знал, потому что его знали в 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Его знали, когда он находился в руководстве СССР. Мировые государственные деятели с ним считались. И во главе государства оказывается человек, который знает всё практически. И все ездили к нему на совету. Понимаете? И поэтому я считаю, что азербайджанский народ – счастливый народ. Вы правильно заметили, что прошло 32 года, мы полностью по всей территории нашей страны уже развивается наш государственный флаг. И недавно наш глубокоуважаемый президент, главнокомандующий, находился в Ханкинде, как он поднял наш флаг. И то, что он там сделал прекрасное выступление, было, как вот, понимаете, он рассказал всю историю, то, что было в течение всего этого периода. Мы сняли, вырвали тот кинжал, который 100 лет тому назад, в 1923 году, значит, вонзлили в нашу спину, так называемую эту проблему, значит, так называемую Нагонокарабахскую автономобласть. Это, как говорил наш общенациональный лидер, говорит, это была как бомба, которую заложили в фундамент Азербайджана. Она каждый раз пыталась взорваться. И, конечно, взорвался уже, когда уже разрушился СССР. Но это очень много бедствий испытал наш народ. Поэтому и то, что сделал наш президент, знаете, не имеет аналога в мировой истории. И таким способом, таким, значит, мудрым решением решать этот вопрос, знаете, я вам скажу откровенно, это не победа над армянами, этими над сепаратистами. Это победа над теми силами, которые в течение почти 105 лет стояли за этими, значит, палачами. Был разрушен миф о так называемой Великой Армии. Да не было в истории такой, значит, страны, как Великая Армия. Не было. Это сказки. Это сущая ложь. И поэтому всё это разрушено. А мы доказали всему миру, что мы сильный народ. Народ, который имеет древнейшую историю, имеет древнейшую культуру, имеет древнейшую историю национальной государственности, имеет опыт создания государства, создания империи. И поэтому, пускай и армяне, эти палачи, и те, которые, начиная от Парижа, кончая Берлина, пускай задумаются. Шутили столько лет. Не старайтесь. Не стремитесь шутить больше. А то очень будет тяжело. Вам будет тяжело. И поэтому я считаю, что сегодняшний день очень особый день, счастливый день в истории нашего народа. Мы, как говорил наш общий национальный лидер, это был 97-й год, мы теперь свободны, мы независимы, мы хозяева своей судьбы, мы хозяева своих природных богатств. Мы никому не подчинимся. Независимость Азербайджана, она вечна. Понимаете? Это золотые слова. Вот почему я говорю, что мы счастливые люди? Мы все это видели. Мы являемся свидетелями всех этих процессов. Всех этих исторических перемен. Да, да, да. Самое интересное, что наши соседи походу это совсем не осознают и все равно продолжают на всех международных площадках буквально даже заявление Пашиняна. все-таки вот никак они не могут понять, да, вот всей этой действительности и того, что произошло. представители Национального совета, ну, значит, Азербайджана, Азербайджанской народной республики. Потому что за этим решением, протокол номер три, нет правового документа, правового основания. Речь идет о референдуме, который они должны были провести, спросить у народа, вы согласны ли вы передачи этого города или эти территории армянам? Не Армении, а Армянам. Этого не было сделано. И то, что касается дальше, то, что, значит, тогда было передано 9 тысяч, а потом получилось, значит, в Армянской церкви общая площадь составила 20,9. То есть 20,8 было передано после того, как Советская Россия, захватив, еще раз подчеркиваю, захватив территорию Азербайджанской народной республики, своим волевым решением, не спрашивая мнения азербайджанского народа, передал в состав Армянской ССР, значит, сначала первая передача была 30 ноября 2020 года по 15 июня 2021 года. То есть западная часть Зенгизура. Четыре района. Карачельца, Кафан, Горос и Мегри. Общая площадь составляет 4,5 тысяч километров. Потом вторая, значит, я это называю преступлением. Преступление было совершено, значит, в течение трех лет. с 26 по 29, значит, годы, то есть 18 февраля, 29 года, значит, территория Гойчинского могала, территория, которую охватывает вокруг, значит, озера Гойча, эти земли общей площади 16 или 3 десятых. Эти земли тоже без согласия азербайджанского народа передали в состав Армянской ССР. Все это незаконно. Сейчас российские депутаты Государственной Думы открыто заявляют, что Армения, как юридическое, значит, то есть Армения незаконное юридическое образование. То есть правовая основа не существует, нету. если бы это мы, проведя референдум по всей территории Азербайджана, получив согласие народа, передали бы эти земли им, тогда да, никакого вопроса не было, но этого нет. И плюс после этого что они сделали? Совершили преступление против культуры, против истории, против всего азербайджанского народа, понимаете? И поэтому я считаю, что то, что наш глубокоуважаемый президент, побывав в прошлом году, это 24 декабря, значит, в общине западного Азербайджана, правильно заметил, да, мы вернемся этим, значит, территорием, то есть этой земли, потому что земли являются землями, очагами наших предков, дедов и отцов. Правда, мы говорим, что мы вернемся мирным путем, ну, пускай они понимают это как хотят, но мы обязательно вернемся, потому что эти земли незаконно были переданы армянам, и это независимость, то, что мы в течение 32 лет достигли, вот сегодняшнего, скажем, северных результатов дает нам и правовое, и политическое, и моральное, как сказать, право поставить вопрос о возвращении территории западного Азербайджана. Кому это нравится, кому это не нравится, кого это устраивает, не устраивает, не устраивает французов, не устраивает немцев, не устраивает, не знаю, кого-то еще, это нас не волнует, мы же на чужую территорию, не претендуем, это наши исторические земли, поэтому пускай они подумают, если хотят жить по-людски, по-человечески, пускай задумают, а другого или альтернативой не от Телихаума, это наше право, мы этим землям вернемся. Спасибо, спасибо вам большое, в любом случае, право на стороне Азербайджана, Джаби Мелим, очень приятно было вас увидеть сегодня, побеседовать, Джаби Бахрамов, доктор философии по истории, профессор И я воспользуюсь возможностей и хочу поздравить всех азербайджанцев нашей страны, то есть наших граждан и всех азербайджанцев, которые проживают за рубежом, всех, это особый день сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.